Всем здравствуйте! Меня зовут Виктория Якуша, я руководитель студии Якуша Лиза, архитектор. Мы приехали в вашу прекрасную страну рассказать о тенденциях. Вначале чуть-чуть познакомлюсь с творчеством вашей студии. Также хочу сказать, что у вас у всех на студиях лежат такие анкетки. Я вас прошу запомнить, чтобы мы могли вас приглашать в следующий раз, когда будет какое-то интересное событие. И отдать, есть Катя в зале, если что, она вас возьмет, тенденциях. Это вот наша команда, но фотографий достаточно давняя, потому что нас намного больше уже на сегодняшний день. Наша студия организована в 2007 году. С тех пор мы очень много сделали работ, очень много именно реализовали. И мы всегда доводим наши работы до конца. Какие бы ни были сложные клиенты, какие бы ни были ситуации, мы всегда их доводим до конца. Поэтому основная наша особенность в том, что мы реализуем свои работы. То есть мы не бумажные архитекторы, не теоретики. Три принципа, которые мы всегда используем, это функциональность, лаконичность и индивидуальность. Функциональность это понятно, потому что это основа. Индивидуальность это тоже понятно. Иначе, ну, зачем вообще дизайн, если он и не индивидуальный? Ну, и лаконичность это то, что нам близко, потому что мы работаем в современном стиле. Или же, если этот стиль не в современном чистом виде, то это, скажем так, все равно что-то очень лаконичное. За это время мы сделали 42 объекта, мы это именно реализовали, 42 объекта, разные площади, это и дома 2000 метров, и рестораны, и банки. Но в основном это частное жилье. Среди наших объектов, это не только города в Украине, это и в Лондоне, Брюсселе, Стравбуре, Милане и также Казахстан. Много наград в нашей студии. Одна из самых важных для нас наград, это то, что один из наших домов вошел в сборник 40 лучших домов мира. Постоянно, чтобы быть актуальными, чтобы быть современными, чтобы вообще быть, потому что мир дизайна быстро меняется, мы ездим на быстренькие, мы много путешествуем. Мы постоянно развиваемся. Практически все знаковые выставки мы посещаем ежегодно. То есть это не так, что время от времени. Если приезжают или приходят какие-то тренсеттеры, то есть это все мы обрабатываем. И очень большой опыт, то есть мы очень следим за всем, что происходит в мире. Поэтому о мировых тенденциях мы можем поговорить практически с первых уст, потому что, например, всем известно тренсеттер Ли Эдель Горд, которая к нам приезжает регулярно, мы с ней все время общаемся. То есть она тот тренсеттер, который создает тенденции, и уже то, что она говорит, оно происходит буквально через год. Я думаю, все знают, да, вот это Ли Эдель Горд. Кто такие тренсеттеры, я думаю, все тоже знают. Это люди, которые изучают все, что происходит на сегодняшний день в мире и предугадывают, что будет ново-то. По самом деле, с другой стороны, они не совсем предугадывают, они еще продают. То есть это такая штука, которая работает в два направления. С одной стороны, они говорят, что будет. С другой стороны, говорят, что будет, все уже знают, что есть, и это делают. То есть они задают тем самым спросом. Мы выделили три основных мировых тенденции, которые просто поголовно. Они только лишь набирают оборот. Это первая тенденция, это упрощение в мировом масштабе. Что значит упрощение? Это значит, что интерьер с двухъярусными потолками, с золотом, с багетами, перегруженный всем, чем только можно, фактурами, цветами, это не модно. Это манитон, это вчерашний день. И что в этом нет необходимости, потому что, чтобы показать свой статус, это не обязательно делать именно таким образом. То есть все стремится к облегчению. Основная тенденция во всем – это легкость. Она прослеживается как в Америке, как в Европе, то есть во всех странах. В той же Азии, да, то есть в разных странах идет упрощение. Если мы посмотрим роскошные дома, они стали другими. Поэтому это выражается в использовании материалов, в использовании цветов, в том, что мебель, например, если раньше она была более тяжеловесная, сейчас она становится все больше на ножках. Светильники пристают быть многоярусными, не становится легче. Во всем, во всем легкость. Это такой как в основном месседж, который прослеживается абсолютно во всем. Даже если мы посмотрим, этот интерьер, это изображение, нельзя сказать, что оно эконом-класса, но оно легкое. Если говорить про прощение, то это еще и использование таких цветов, это еще использование материалов, как стекло, бумага, фарфор. То есть все, что очень легкое, визуально легкое. И это очень массово, если вы посмотрите, в мировом контексте. Вторая мировая тенденция, которая будет, от нее никуда не деться, это все теплые будущего. 3D-мебель, это 3D-пкани, это безумные материалы. Это то, что будет, нам кажется, уже завтра, но на самом деле это уже и сегодня. Потому что уже сегодня, вот в этом году, появляются аэромашины в Словакии, да, выпускают. То есть это уже в будущем наступает сегодня. И это, естественно, во всех областях. То есть существуют 3D-ткани, 3D-мебель. И эти все технологии, они замотивают и будут набирать обороты. Поэтому вторая, это основная тенденция, она во всем создаются лаборатории. По-хорошему, у института архитектурного должна быть лаборатория, ну, допустим, так, часто в американских вузах, которые имеют возможности изучать новые материалы, их создавать и так далее. Или же какие-то крупные архитектурные студии могут иметь такие возможности, чтобы сдавать запрос и под вас создавали новые материалы. То есть этим заниматься активно во всем мире. Есть даже живые материалы 3D-х, да, то есть, может быть, кто-то знает, когда там полконы сами растут, и это все в дом превращается. То есть это все такая очень-очень активная тенденция, которая будет постоянно расти и только лишь больше и больше. Это, в общем-то, фотографии материалов. Ну, я в Париже была на выставке, и это отдура, но это как бы совсем маленький кусочек того, что может быть. И третья тенденция, как это ни странно, да, с одной стороны легкость, с другой стороны это космос, если так сказать, это экологичность, этно и все, что натуральное. Так как мир поркнул вперед, то должен быть какой-то противорез. Не бывает так, что все в одну сторону. И для определенного баланса все, что связано с экологичностью, нищностью, оно не только существует, оно тоже набирает обороты. То есть это вязаные вещи, это этно-мотивы, это глина, это шерсть, это дерево. То есть все то, что нам близко, более того, это все еще и в таком ручном исполнении. То есть ценится именно ручное, то, что делается не машиной, а руками, то, что имеет свою аутентичность. И более того, моменты этно, они могут быть использованы как акцентные, то есть не только весь интерьер, а как акцентные моменты, чтобы интерьер оказался более интересным. Вязка, как я уже говорила, во всех декорах, в предыдущих того, что плетения всякие, стенки плетеные. Это вот про общую такую направленность. Чуть-чуть буквально сделала подборку по поводу понимания русскошин, потому что очень часто люди, имеющие статус, они не хотят элемента, они не хотят космос, они не хотят, они не понимают этого, да. Но это, скажем так, пройдет время, и это, наверное, этого не будет, потому что тенденции совершенно другие. То есть понятие статуса, понятие роскоши, оно приобрело иной характер. Оно в качественных, дорогих материалах, и в простых, и функциональных формах. Не нужно перегибать, не нужно делать что-то такое. То есть все должно быть выдержано, должно быть подчинено каким-то идеям. То есть это вот подбор интерьеров, которые подчеркивают статус, но в то же время они легкие, они без перебора, в них присутствует золото, но раздержано. В них присутствуют дорогие материалы, очень-очень активно сейчас используются камень, причем много-много разного красивого мрамора, но он обрабатывается, то есть он просто подается, без резьбы. То есть это все вот про статусные интерьеры. Это дорогая мебель, это дорогие материалы, но это лаконичная и функциональная форма. То есть это то, что можно предлагать клиентам, которые хотят такие вещи, но не делать у них двухъярусные потолки и показывать, что может быть вот так вот. Собственно так делают сейчас везде. Это вот здесь показан, например, паркет, который сейчас шириной 50 сантиметров и даже племеной 8 метров бывает. Мы в Австрии были у своих коллег, и они как раз нам демонстрировали 8-метровый и полуметровый ширинный паркет, который когда-то стелишь, это вся твоя красота, но надо, не нужно ничего изобретать. Конечно же, это и металл в том числе, то есть интересное сочетание интересного материала. Теперь про выставку «Мазона так же», которая проходит в Париже. Почему, наверное, она, а не «Исалони»? «Исалони», которая проходит в Маларе, это более коммерческая выставка, это уже переработанные идеи, скажем так. А Париж – это всегда только идеи в зародыше, это то, что более концептуально, это то, что будет. Париж всегда более в этом смысле впереди. То есть скажем так, то, что в Париже в этом году, то в Милане будет через два года. То есть приезжают те же итальянцы, они переосмысливают, и потом, пока они запустят это все произвольство, потом это выходит туда. То есть Париж – это идеи. Париж всегда выставляет хистент, который оформляет какой-то тенцет и прогнозирует то, что будет в будущем. Это мы сделали такую таблицу, которая как итог всего, что на сегодняшний момент существует, и мы ее таким образом структурировали. Так как мир очень устал от шума, от провок, от потока информации, от танца телевизора, от всего-всего, то сейчас очень активно, опять же, легкость, простота и взгляд вовнутрь. И вот первая колонка – это все, что связано с этим направлением взгляд вовнутрь, поиск себя. И в противоположность ей развивается более яркое административное направление. Я покажу слайд чуть позже. Взгляд вовнутрь. Это легкость, издушность, прозрачность, уединение. Отчасти эти все интерьеры и все эти прославства, они пересекаются с Японией. Это не знаю, что это японский стиль, но это такое, как бы, небольшое пересечение с ней в каких-то моментах. Опять же, космос, легкость, перемены, переливы, технологичность, пересечение с футуризмом, потому что я говорила, это для технологии. Графичность тонкие ножки, простота форм, отсутствие фактур, пересечение со скандинами. Я, если что, то сейчас скандинами, думала, что она уже уходит. Ну, сколько же можно? Ну, она никуда не уходит. Более того, она очень активно никуда не уходит, потому что, я вообще думала, ну, что французы, они такие элегантные, что они скандинавии вообще к себе не впустят. Они же, они же достаточно плетято относятся, они считают, что они вообще, как бы, кузница культурного всего наследия. Поэтому, мне очень удивительно, что скандинавия, вот их подходы и их формы, они на самом деле уже, ну, дошли, как бы, то, что дошли, но они уже и во Франции, и что-то бы, уже даже Париж сказал, ну, хорошо. Дальше, черно-бело-воздушно-графично, то есть, это значит, что во всех стилях графичность стала выбирать обороты в другом стиле. Ну, и ковличность, натуральность и ремесла, то, что я и говорила. Вот. То есть, это все то, что нам понятно. И сейчас зарождается новая штука такая. Это 60-е годы, которые переосмысливаются по-другому. Нет, есть, что-то типа поп-арт, только по-новому. Современное общество другое, оно проще, оно не так заморачивается, новая технология, опять же, оно не хочет сложностей, оно хочет яркой жизни. Появляются, начинают появляться микки-маусы в интерьерах. Комиксы, яркие цвета какие-то, абстрактные штуки, и это прям активно видно. То есть, такое другое, что-то другое, чего раньше не было, по крайней мере, в последнее время. Это вот стенд, который на выставке сделала Элизабет Шен, которая предложила свое видение, что будет долго, еще в будущем и в ближайшее время. Ее стенд, конечно же, про легкость, про воздушность, про прозрачность и про уединение. В ее стенде очень много воды, очень много стекла, очень много бумаги и фарфора. Бумага вообще стала таким материалом, который очень-очень активно вошел в интерьеры. То есть, он и был, но это совсем активно. Ваза из бумаги, люстры из бумаги, они были, ассортимент увеличился, перегородки из бумаги, панно из бумаги. То есть, бумага стала в интерьере, она появилась уже ощутима. Стекло. Стекло тоже было всегда, но оно, и в основном, много. Сталь комода из стекла, очень много баз разных, то есть, техник, когда не было так много, из стекла, стулья из стекла, полки из стекла. То есть, все, что, все легкое, все материалы, которые ассоциированы с легкостью, их много. Фарфор. Декор из фарфора, панно из декора, ой, панно из фарфора. Здесь его тоже очень много. это бумага, это такое панно, это то, что я говорю, пресечения, некоторые пресечения с Японии, тонкие линии, опять же, легкость, воздушность, войлок, войлок. Опять же, это вот тема уединения, потому что устала ты от шума, от цивилизации, и ты хочешь закрыться. Формы мебели закрыты, как оконы. Войлок во всем, войлок во всей мебели, включают тумбочки, более того, акустические материалы, это уже не просто функция, это уже эстетика, когда ты ее вводишь на передний план, потому что, потому что ты не хочешь никого слышать. вот всякие конструкции из войлока, это вот фарфор, опять же, видим стекло, рядом экологичность, но она относится к другому направлению, но тем не менее, это все по поводу уединения, по поводу желания побыть с собой, потому что, когда ты все время в суете, ты уже не знаешь, где ты. В теме легкости также проволока и все каркасное. Это все про легкость, на самом деле. Много, очень много мебели каркасного типа, то есть, это стулья из каркасов, столы, панно, люстры, все практически. Опять же, видите, полки, как и с каркасом. На самом деле, тема каркасов, она не новая, она не появилась вот сейчас, в этом году. Просто это то, что продолжает быть и еще будет. Это то, что еще будет ни год и ни два, потому что, опять же, все облегчается, все как будто сбрасывается во все лишнее. Даже вот интерьер, ну, классический, но рядом с ним освещение из каркаса. чтобы не переоружать пространство. Как и декор. Очень интересное тоже решение. Это, я, честно, не знаю, как ему это сделано, это не из проволоки, это как-то форма вылитая. В общем, интересное решение, но суть, как каркас. Стекло разного вида. То, что я говорила, полки, много полок из стекла, комода. Это вот, это бумага. Это появилось только лишь в этом году, ну, то есть бумаги вообще в этом году стало много. Но еще появилась такая техника, эта бумага каким-то образом, как, как, я не знаю, как калька, она так наложена и создает такие интересные фактуры. вазы из бумаги. это фарфор, декор. Вот таких вот декоров просто уйма. Причем, вообще, тема круга очень актуальна, как простой формы, плюс еще фарфор. То есть, очень распространенный элемент на всех стендах. фарфор. Дальше направление, про которое я говорила ранее, это вот 3D-технология, в которую точно так же я добавила еще тему переливов и и тему ткани такой, тоже с переливами. Вот в тему космоса изобретаются новые материалы, очень легкие, очень функциональные. Да, безусловно, это штука на любителя. Но это зависит все от задачи, во-первых, а во-вторых, это высокотехнологичный материал, который там стоят копейки, утилизируется, ну и так далее. Вот, пожалуйста. Точно так же. Это 3D-технологии, которые позволяют создавать интересные формы. Тема переливов как бензиновое пятно, она в стекле проявляется, в фольге, в металле и тоже еще никуда не ушла. То есть она актуальна. Появились активно вот такие вот ткани, их очень много, вообще очень много японцев, именно стендер японских с такими тканями, которые их по-разному позиционируют. То есть понятно, что это может быть и стиль в интерьере, но это могут быть и перегородки, это могут быть еще какие-то другие решения и их очень много. То есть это тема легкости, но вот как бы в этой интерпретации. То есть это могут быть такие инсталляции в том числе. То есть очень много, очень много вот таких вот вещей, переливов. также тенденция такая, которую я заметила, потому что мы сейчас как раз в проекте сделали и мы когда делали в проекте мы сделали кухню, мы остро сделали из черного стекла, причем просили задонировать и мы в общем-то так достали всех поставщиков, потому что никто не хотел нам этого делать и итальянцы не хотели это делать и в общем ныне совершили решение и тут я переживаю на выставку а у всех такие зеркала. Ну то есть они уже появились и значит, что их все больше. То есть эти зеркала, которые сейчас уберусь которые по краям затемненные и их стало много прям прям это вот такая фишка то есть в элементах как декор и как функция как угодно их используют очень много фабрик именно вот работала со состаренными зеркалами причем и в современном стиле тоже. Графичность тонкие ножки простота форма отсутствия фактур цвет пересечения со скандинами это то, что уже все я думаю видели знают никому не нового но тем не менее тонкие тонкие линии тонкая клетка вот такая как бы ну не шатланская то есть графичность тонкие ножки не только на диванах и на креслах но и на сантехнике мы кстати эту сантехнику хотели поставить еще год назад но никто не знал эту фабрику но уже многие ее поставили то есть за год прогресс идет что народ активно хочет тоже опять же тонкие ножки ванная на тонких ножках собственно все на тонких ножках разное причем и классические тоже из населенной диваны на тонких ножках здесь немножко преслеживается не только ну как бы да здесь еще вот эта японская тема в стульях стала появляться стала появляться стулья на нескольких уже заметила стендах стилизирующие Японию или Китай простые формы круги прям вообще то есть и в прошлом году и в этом и будет и еще долго будет вообще тенденция к изменению она все ускоряется вот сколько кругом есть и делаем то есть у нас есть сейчас один интерьер мы делаем уже третий год ну так сложилось что клиент по-моему сильно горит вот так как мы делаем всегда вставляем передовые материалы то он нам кажется актуальным свежим и мы стараемся вне времени делать интерьеры чтобы они не были подвязаны под моду но тем не менее некоторые решения уже понимают что ты бы возможно что-то сделал лучше то есть очень быстро все меняется и поэтому очень важно видеть вперед чтобы не делать неактуальные вещи уже сегодня круги вообще везде во всем в декоре зеркала круглые то есть круг во всем очень правильная красивая форма черно-белая воздушная графичная это то что можно вписать в любой стиль кстати по поводу стекла я от этого не сказала что помимо всяких вариантов стекла очень много стало литого стекла я не знаю как у вас но у нас это сложно реализовать потому что у нас были когда-то такие задумки вот то есть литовые такие толстые по 5 см интересные всякие вещи стали появляться просто безумно красивые что очень радует потому что это такое новое использование стекла вот пожалуйста такая штука она причем может быть с ножками и очень красиво в интерьере используется столики с такими же толстыми стеклами но это все в принципе сейчас слайд это поводом делаем черно-белых элементов это все глина опять же стекло вот такие формы опять же круги то есть правильные формы да стекло но оно в раме и опять же смотрится уже по-другому то есть стекло еще раз стекло следующий стекло тоже опять же стекло это вот слайд в целом по поводу графичности но я хочу обратить внимание как же на стул то есть в тему Японии каркасные вещи черно-белые плюс правильные формы тоже если вы обратите внимание то вот я вам показывала в начале декор и здесь полукруга только тот же самый декор но в стекле вернее в зеркале вот уже полукруга ну и таких таких тем очень много разные материалы глава идея та же экологичность натуральность принесла то что нам ближе всего потому что это наши традиции наши корни но когда это все вплетать в современный интерьер это становится безумным красивым когда ты делаешь просто это интерьер то это уже как бы ну не то что роботофория но это ты как бы создаешь по-настоящему потому что оно же сейчас происходит а не давно поэтому это не всегда получается хорошо а когда ты миксуешь это всегда очень выигрышное решение это вот такие вазы это из резины сплетенной вазы такие вот штуки здесь слайда хорошей фактурой вообще лично я очень люблю фактуры я ими прям очень активно пользуюсь прям обожаю в интерьерах делать но тенденция такова что их они уходят они остались только в среднем театра практически их нет это не значит что им нельзя пользоваться или нет просто простота настолько во всем что они уходят но тем не менее мы все равно пользуемся и вот я собственно сделала слайд чтобы подчеркнуть какая интересная стена фактурная интересное решение с полами интересное решение сочетания ковров маленький большой по цветам дальше направление которое его называют 60 но это не совсем 60 потому что это же происходит сейчас в любом случае уже переосмысленное но тем не менее эта штука она все активнее и все чаще встречается она мне напоминает пуб арт когда ты смотришь думаешь это как это детская комната но тем не менее есть интерьер особенно американский где-то интегрировано просто шикарно и я думаю что только все будет больше то есть это как япония япония же разная япония есть медитация и япония это есть комиксы то есть она двугранная так как и здесь получается что с одной стороны идет легкость нормально а с другой стороны идет демонстративность потому что другое поколение и другие потребности и мы все разные то есть это такой эпатаж отчасти это ирония это яркие чистые цвета если во всех предыдущих направлениях это сложные цвета то это чистые цвета синий синий желтый желтый никаких полутонов и изысков ну конечно же вех тема космоса в этом стиле тоже используется ну это больше как самоирония но это все тоже туда же то есть мышки вот такие как бы штуки смешные течение мемфис я думаю что все знают да что течение которое было в 60-х годах отличительными чертами этого течения являлась бестерта причудливость непредсказуемость формы для этого стиля характерны броски геометрические формы яркие цвета использования на тот момент высокотехнологических материалов на сегодняшний момент нет потому что тоже как реплика вот то есть каждый год на этой выставке выбирается дизайнер года так вот в этом году дизайнер года он является учеником этого стиля и соответственно это прослеживается конечно же не в такой форме но это прослеживается и в целом это течение оно в принципе похоже с тапартом то есть оно такое же яркое и графичное и оно оно тоже как бы все активнее говоря про этот мейтпес про сторонников мейтпеса и так далее это вот стенд этого дизайнера года вот такие у него работы а это собственно уже в чистом виде какое бывает все такое все яркое все такое ну как бы вызывающее противоречивое чувство иногда так вот этого тоже много опять же вопрос кому это подходит и кому нет ну и зависит конечно же от задач обстракционизм он вот художники обстракционисты в 1920-30-30-х годах создали свои шедевры которые до сих пор дают мощный толчок для вдохновления всех остальных дизайнеров одежды дизайнеров интерьера декора и это уже происходит десятилетия в разные всплески собственно сейчас то же самое мобили которые придуманы давным-давно они сейчас стали использоваться в интерьерах как украшения причем очень часто я встречала в интерьерах там те же итальянских например их как самостоятельный объект опять же вот рисунок вас вот мобили которые придуманы еще давным-давно но тем не менее они могут быть очень интересны если какой-то пустой укор или ну какая-то необходимая акцентная составляющая по поводу цвета всегда спрашиваю ну какой же цвет какие цвета ну что касается цвета я считаю что вообще там все тема тема такая немножко надуманная ты вроде что нет-нет мне же вообще не нравится зеленый клиенты не нравится зеленый но тем не менее когда ты приходишь выбирать смотришь здесь все зеленое это по поводу трендсенторов и спроса то что я говорила ты как-то один раз второй раз третий и ты уже начинаешь не то чтобы влюбляться в зеленый но ты уже начинаешь на него иначе смотреть приблизительно так это и работает поэтому все равно то что скажем так происходит в этих всех тенденциях оно все равно потом появляется поставщиков и скорее всего в вашем биле приобретут эти цвета их становится все больше то есть если раньше у нас там объявляли например синий цвет потом там еще какой-то сейчас их становится все больше и я думаю и все больше и больше будет это будет не один не два а безнужно четыре а потом надеюсь весь эффект чтобы это не было как-то немножко даже хренов чего еще цвета все стали сложными то есть спектральные цвета это да там не попарт а если это не попарт то тогда это сложные оттенки разных цветов и серые и с серым как бы покраплением и разбиленные пастельные и вот нужно искать эти интересные сочетания но преобладает во всем именно вот эта палитра палитра розового лососевого марсаловых коралловых оттенков прям поголовно и очень неожиданно вот эти вот цвета в принципе эти три цвета они являются самыми распространенными и еще к ним добавляются зеленые и синие в разных сочетаниях то есть если посмотреть как это выглядит на стендах то это выглядит вот так вот причем в самых разных стилях здесь как пример вот кстати Петет Фритюр очень классная очень классная фабрика французская они всегда уважаемые тенденции раньше всех все что они делают всегда актуально очень долго то есть они вообще молодцы небольшие опять же розовый да то есть разные оттенки в зависимости от сочетания марсала линдый цвет такой цвет немного тераконтовый то есть этого цвета очень много и его активно показывают с зеленым опять же в разных сочетаниях они тем самым ну как спектрально противоположный цвет красный и зеленый они тем самым друг друга делают еще ярче притягивают еще больше внимания изумрудные но здесь не изумрудные но изумрудные очень часто с розовым показаны и красиво смотрятся даже литра пожалуйста тераконтовый цвет всем сейчас думала что на процентов 60 этого цвета ну и зеленый эти два сочетания самые распространенные самые часто используемые очень интересные сочетания достаточно смелые если говорить про интерьер здесь видите розовый совсем бледный поэтому оно не так заметно но на самом деле это цвет особо розовый то есть в принципе большинство стендов розовый или розово-зеленый то есть даже здесь фламинго на этом церете вазу также синий все говорили голубой голубой но голубого не было глупый был буквально на двух стендах зато синий причем в очень красивых тонах не ультрамариновых а таких грязных оттенках синего стал все чаще себя проявлять более того наверное наконец-то может быть не наконец-то вернулось сочетание синего с коричневым чего-то но уже не было потому что это такое тяжелое сочетание в основном поменятные какие-то варианты вот консервативное я бы сказала сочетание в этом году оно приемляло какое-то иное видение более свежее и даже на стенде на розе оно было то есть синий с коричневым просто синий красивый и коричневый тоже подбирался то ли розжеватый и в итоге это сочетание тоже имело место быть в общем-то все основном все мы рассказали а также хочу сказать что мы сейчас заканчиваем сайт интерьер стади мы решили проводим обучение и мы решили его систематизировать и сделать более доступным поделить там на всякие модули сделать вообще много-много интересной информации и вот я думаю что уже в самое пришедшее время мы его откроем потому что нам осталось это заполнить не так много и вы можете всегда заходить и интересоваться всеми интересными вещами которые происходят если у вас есть вопросы я буду с радостью отвечать я очень люблю вопросы вы не стесняетесь тогда раз нет вопросов а вы не работали здесь нет нет не работала что-что вы что ответите что нет какой вопрос работала ли я в стиле панк а я сказала что нет что микрофон в зал просто если если есть вопросы в зал микрофон нет микрофона у меня я здравствуйте хотела спросить вы сталкивались с какими-то сложными проектами в которых вам пришлось очень плохо думать и размышлять что же тут придумать 26 мне кажется что все наши проекты это сплошные сложные проекты мне даже кажется что у нас репутация не очень хорошая потому что все сложные клиенты остаются нам у нас был клиент который нас потом прославил но до того как он нас прославил мы к нему пришли восьмыми то есть до нас было семь архитекторов когда я зашла я сказала что все архитекторы козлы и вообще ну я с тобой даже разговаривать не буду ну в общем путь от до никто и до самое лучшее был очень долгим очень сложным вот очень сложный клиент но просто важно уметь слышать и в то же время иметь свое мнение у нас с этим клиентом доходило до того что он 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 так хотел сэкономить так хотел сэкономить и он прибегал к праву говорил так все делаем делаем все 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 пока она не пришла я прихожу партная стойка не из того материала он такой программ не то все сделал ну то есть он как бы спихивал это все на него то есть это в принципе хорошие объекты легко наверное не получается потому что это определенный путь потому что если человек зрелый пришел то есть он был он везде побывал то это удача как правило он мало что видел он видел у соседа еще у соседа еще у соседа а скорее всего у этих соседей не все хорошо ну есть вероятность по крайней мере а ты видел больше и чтобы у него к себе было доверие тебе нужно это еще и доказать поэтому если ты хочешь дать хороший проект тебе нужно еще заслужить авторитет и он же платит это непросто вот но это наша работа мы должны заниматься скажем так это не воспитание клиента они зарабатывают деньги в одном секторе они его знают мы в своем секторе поэтому нам нужно сказать максимум и убедить это основная задача не надо с нас уже все что он хочет это делать потому что он не знает откуда он может знать он же в другом он этого не знает того что знаем мы поэтому у нас очень много сложных клиентов мы вот поселок сделали тоже сложный клиент интересный результат все есть вопрос спасибо 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 так это уже существует и вообще за технологиями будущего в принципе более сильное сочетание как подстраиваемая мебель и тому подобное более сильное конечно я про это говорю в той же Америке я не помню имен я с этим не всегда дружу лаборатория занимается созданием живых организмов которые на 3d принтере печатают живой организм который потом растет и превращается в здание то есть это уже сделано этот фазм то есть это уже все совсем по-другому просто я прошу прощения есть такое понятие новый термин интернет вещей это означает что весь интерьер квартиры здания будет способен ну интегрировать с интернетом либо также в том числе и мебель я имею ввиду каким образом на ваш взгляд это будет все интегрировано с дизайном то есть многофункциональный дисплей ну так скажем я думаю что в фантастических фильмах ты подходишь кнопочку нажал и все или вот про интеграцию уже существует кухня я ее видела но ее еще не предвели это просто столешница ты нажимаешь там ничего нет ты нажимаешь и она сразу загорается это все вот спасибо и второй вопрос то что про появление новых химических элементов которые способны изменить кардинально ваш взгляд на дизайн возможно ли будет еще ну вот то что я говорила по поводу живых этих всех моментов химии это то есть все новую цвету в принципе это туда и идет потому что меры очень сильно меняются очень быстро меняются хорошо спасибо это будет ваше требование потому что новый химический элемент значит новые краски новые цвета ну это тоже спасибо все будет намного быстрее то есть это не будет лет через пятьдесят Это будет намного быстрее. Спасибо. Но это не значит, что нам нужно это делать. Я знаю. Это же тему. То есть, всегда, всегда же противомес всегда все является. Не может мир в одну сторону вернуться. Есть традиции, есть культуры, поэтому будет всегда какой-то баланс. Обязательно. Есть еще вопросы? Ну, я поняла. Все... Здравствуйте. Не думаете ли я пока открыть зад школу как филиал ваш? Вообще-то не знаю. Но если надо, то мы можем и открыть. Потому что у нас здесь есть деловые контакты. И мы, собственно, совместили эту лекцию с нашей поездкой. Поэтому все может быть. Кстати, если вы вот запомните, и мы такое надумаем, то мы обязательно пришем. Было приятно пообщаться. Если вдруг кто-то... О, вижу вопрос. Здравствуйте. Я хотела бы спросить у вас. Вопрос немного банальный, но все же. Есть ли у вас какая-то универсальная форма, какой-то... Не знаю, как это сказать. Как это происходит. Если у вас есть какая-то концепция, которая в любом случае приведет вас к успеху, вне зависимости от проекта. От его сложности или стиля. Как это не банальный ответ, у дизайнера не должно быть видно. Хороший дизайн – это когда ты заходишь и все на своих местах. Это когда ничего... Не то чтобы не торчит, но когда ощущается припорция гармонии. Как это происходит. Это сложно всегда сказать, потому что набираешь немного опыта, а потом оно переходит вовнутрь тебя. И ты думаешь потом, что это интуиция. А на самом деле это не интуиция, это опыт. Спасибо большое. Надо много ездить, много видеть, много пробовать. Но они же сами все это забывают. К сожалению. Здравствуйте. Я бы хотела спросить у вас. Есть ли у вас какая-нибудь фишка в ваших интерьерах? То есть, чтобы человек зашел и понял, что это интерьер сделан из вами. Или в вашей студии, по крайней мере. Мы учим. Ну, на самом деле, говорят, что есть. Ну, те вот, кто со стороны. Мне кажется, что они все разные, но у нас все очень лаконично. То есть, мы очень любим вычищать интерьеры. Мы очень любим, чтобы было всего мало, но не пусто. Минимализм, но не хай-тек. Чувствуется, что это делала женщина и мужчина. Мы любим всегда фактуры. И мы всегда все очень... Мы очень тщательно подходим к планировке. И поэтому у нас ничего не видно. У нас нет выпирающих моментов. Мы делаем там какие-то скрытые адресоры, скрытые выдвигающиеся механизмы. То есть, ты когда заходишь, тебе кажется, боже, так все гениально. Но чтобы это было гениально, мы на этапе планировки... Мы иногда делаем по 30 вариантов. Причем, потому что меня не устраивает. Клиент уже на ферме все устроила. И поэтому самое главное – это планировка. Когда мы уже доходим до 3D, скажем так, у нас уже очень много готово изначально. Но опять же, это фактура, лаконичность и простота, но не совсем минимализм. То есть, он, наверное, так... Там я еще видела девушку. Руку поднимала. А можно как-нибудь сейчас посмотреть проекты, которые вы делали? Есть у нас, может, по проектам? Проекты? Наши проекты? Ну, в принципе, если мы зайдем на наш сайт, попросим, то я могу... Кто-то, если зайдет молодой человек... Кать, можешь кого-нибудь там попросить? Зайди на наш сайт. И я могу с сайта рассказать. На сайте у нас далеко не все. У нас есть ряд клиентов, которые не разрешают переграфировать свои объекты. Вот. Но могу, смотря на некоторую работу, прокомментировать. Вот. Хотелось бы, если можно, первых работ у нас учить, а работа не начнет? Первых работ нету. Первые работы... Нет. За эти работы мне сейчас, по крайней мере... Ну, сейчас мне стыдно. Я когда их бы сейчас видела, я бы смеялась. Потому что первая моя работа была на третьем курсе института. И мы взяли мне в ресторан, это был сруб. И я даже в 3D Maxi сделала там эти деревяшки сантиметров по 30. То есть я не чувствовала масштаба. Я прихожу, такая вся... Ну, смотрите! И я такие... Ну, то есть, как бы они... Это тут немножко не пропорции. Но, кстати, я этого даже не видела тогда. Вот. Поэтому первых работ их нету вообще нигде. Вот. Ну, те, которые пораньше, можно показать. Они, собственно, есть на сайте. Сейчас их выведут. Могу рассказать там какие-то... Ну, могу на ваш выбор. Какого-то для работы. Есть один у меня любимый объект. Дом Куб. Это один из моих любимых объектов. А вообще, как бы, по поводу ранних работ. Это же всегда, в любом случае, рост. И это уже никто не учит. Тебе же никто не будет, как делать. Поэтому, как делать... Какие-то у вас появились. Так, сейчас. А что? Листается, нет? Ага, листается. О! А ты можешь снаружи показать дом? Ну, это как раз Дом Куб. То есть, просто, если бы я понимала, что это интересно, то можно было подготовить подборку, потому что работ у нас много. Она одна из очень интересных работ от Дон Казахова и еще заканчива. Ее в интернете нету, то есть у нас не все есть в интернете, до любого. Опять же, иногда очень обидно, когда ты сделал работу. Бывает, работу ты делаешь два года, потому что там площади большие, а клиенты не разрешают фотографировать. Да, безусловно, это твоя интеллектуальная собственность, но в то же время чисто по-человечески ты понимаешь, что по каким-то причинам это лучше не делать. Это дом-клуб, один из наших любимых. Это один из самых маленьких и самых любимых. В чем его прелесть? В том, что он очень-очень простой снаружи и очень-очень простой внутри. И в нем полностью, прям каждый сантиметр в нем живет семья с тремя детьми. Когда начинался строиться этот дом, вначале было двое детей, потом три. То есть мы надумали, то есть там продумана настолько эргономика внутри, до каждого сантиметра, что он как бы из разряда безумно простой, и в то же время все функционально. А листать я, наверное, не смогу. Это вот этот дом внутри. Большая гостиная, в которой есть... Это вот выход в прихожую, а это выход на террасу. Так как была очень сложная задача. Очень маленький кусок земли, и нужно вписать... То есть шесть соток земли. Нужно вписать полноцами дом, и чтобы были еще сосны. То есть нельзя все вырубывать, но не то, что нельзя, не хочется. Поэтому мы максимально его зажали весь угол комнаты. И дом получался... Вот видите, пространство достаточно узкое, но не очень хорошо. И чтобы это визуально вытянуть, мы сделали большое окно. Но большое окно мы сделали еще, чтобы установить на сосновый лес, чтобы увеличивать пространство. И благодаря этому нет ощущения зажалости. Также из-за того, что мы экономили место, мы лестницу сделали не где-то там, где на лестничный ход, а мы ее сделали сразу же в самой гостиной. Также из-за того, что было большое пожелание, чтобы мама готовя могла общаться там с детьми. И вообще, чтобы это все... Это все единый организм. Все спали, вот они выходят раз, два, три, четыре здесь санузу. Все. Вся планировка. То есть вообще все мега просто. Поэтому идет постоянная коммуникация. Нет закрытости, нет зажатости. Здесь выход сразу на террасу. То есть идет такой сплошной организм живой, который продуман настолько, чтобы это не усложняло жизнь, а только лишь упрощало. Это вот здесь сверху. Здесь видно, что в центре стол. Здесь кухня. То есть постоянно, в принципе, все кушают здесь. Стол больше для каких-то ужинов или когда гости приходят. Несмотря на то, что здесь трое детей, они там, как все нормальные дети, не сидят на месте. Все, прессованные и так далее. Вот. Стол уложенный, потому что он безумно сюда подходил, он красивый. И когда я увидела этот стол баксер, я в него прям влюбилась. И в итоге это такой элемент интерьера, который через время будет внести свою память. То есть он там будет какой-то немножко покосанный. Ну и на этом тоже есть какой-то некий шарм. А что касается вот этих вот люстр, это, кстати, Петит Фридюм. Просто я говорила французы. Я их повесила в этот интерьер шесть лет назад. И когда мы их купили, они вот только начинались в Господе. Сколько же мне на сайт пришло не застойний из всех по поводу этих люстров. Что это за люстра? Кто это? А как это? Так вот эти люстры до сих пор во всех интерьерах. И, ну, то есть это я по поводу того, насколько важно видеть все наперед. И они создают такую некую легкость. И плюс, точечка, при определенных ракурсах они перекликаются с ослами. Они, с одной стороны, несут функцию. С другой стороны, они очень декоративные и добавляют этому интерьеру мягкостью. Ага, ну вот, в общем, видно. Раз, спальня взрослая. Два, спальня, три, спальня, санузел. Все. Это выход в прихожую. И здесь гостевой санузел, и там гараж. То есть безумно удобно. И очень маленькая площадь, потому что с учетом гаража, а гараж на две машины до 40 метров квадратных, общая площадь 180 квадратных. Но за счет того, что большое пространство и двухсветный потолок ощущается как все 300. То есть никто не верит, что здесь так мало площади. Дальше. Давай дальше. Да, вот еще там было видно, что сосны, то есть когда заходит солнце, от сосен идут светотени очень красиво. И от этих светильников светотень и весь интерьер такой живой. Вот то, что я говорила, что они как бы немного перекликаются с видом за окном. Видно, пожалуйста, назад. Опять же, вопрос высоты потолка. Высота потолка в этом месте 5 метров, в этом месте 6 метров. То есть он очень высокий. Чтобы грамотно светить этот цвет, он в принципе больше декоративный. Он так, дает чуть-чуть афонного цвета, но нужно было решать задачи локальные. Поэтому здесь вот эти вот полоски, во-первых, они сделаны для того, чтобы расширить пространство. Не было таким узким, его раздвинуть немножечко. И плюс функционально мы сделали в него свет, который вот на зоне кухни, он необходим. И это тоже для лёгкости. То есть много света продумано локально, чтобы можно было понятно по зонам включать и чтобы это всё работало. Это вот, кстати, в тему двухморок хочется сказать, что зачастую все говорят, ну, мы потом там сами вазочки расставим, то есть никто не говорит, не задекорирует так. Как правило, вообще говорят, мы расставим вазочки. Так вот, вазочки мы потом не расставим, потому что потом, когда мы расставим вазочки условно, мы приходим фотографировать, и это ужас прям вообще. Поэтому, ну, потому что нет сортимента, какого должно быть размера, как это всё должно быть и так далее. Поэтому мы почти всегда все предметы декора, которые крупные, проектируем заранее, то есть мы их вставляем именно как это будет, а не как потом. Может быть, мы подберём, а может быть, не подберём. Вот, поэтому эти вазы как раз из этого случая. Ну, это вот стол вблизи, там, как ножки идут. Это уже как свет ложится. Кухня. Это вот по поводу минимализма и в целом. То есть, ну, как бы, я понимаю, что, на самом деле, уже недавно никто не делает ручек. Вот. Но этому дому пять лет, а это я уже запроектировала. То есть мы его делали, начиная с фундамента. Вот. Вот. Чтобы всё без ручек. Спальня родителей. Почему-то спальню вот захотелось сделать тёмной. Ну, вот как-то однофонно-то тёмной. Наверное, чтобы родители отдыхали хоть где-то. Ну, вот. И это помещение у нас всё очень натуральное. Шторы даже с шерстью покрывало. Видим, как бы, массив, пеньки. То есть, вообще, в принципе, весь интерьер у нас полностью. Мы, как бы, поддерживаем экологичность во всём. Мы не делаем каких-то, там, ДВП-заменителей, ещё чего-то. То есть мы максимально поддерживаемся экологичностью в интерьерах. Но это по спальню родителей. А это вот спальня мальчиков. Это как раз тот случай, когда на этапе уже отделочных работ нам сообщается, что детей будет трое. И неизвестно кто. Ну, то есть есть мальчик и есть девочка. А кто будет третий, неизвестно. Поэтому мы в обе детские запланировали дополнительное место. То есть мы, как бы, изначально сделали так обе детские, чтобы они могли быть с подселением, как я говорю. Но в итоге у них был мальчик. Вернее, не был, а есть. И так как я не люблю двухъярусных каких-то нагроводных кроватей, ну, таких надувных вещей, то мы сделали вот такой вот подиум. Ну, видно, да? Он выдвигается. Здесь один мальчик, здесь второй мальчик. И шкафы мы сделали вот в этом, как бы, при входе в торец. Благодаря чему комната там не награждена. То есть всё равно пространство всё пустое. То есть я всегда стараюсь сделать так, чтобы было легко. Чтобы был воздух в помещении. Вот это видно здесь вход. Хотя я вообще не люблю приёмы, когда дверь в шкафах, скажем так. Мне всегда казалось, что это очень такой тяжёлый приём. Но в этом пространстве, во-первых, по-другому было хуже. То есть все варианты мы пересмотрели. А во-вторых, сделан это один раз в этом пространстве, я поняла, что это хороший приём, если он уместен. Так вот здесь он как раз облегчает пространство. И очень функционально, очень удобно. Потому что два шкафа, пацанам всего хватает. В общем, всё замечательно. О, это тоже очень любимая комната в этом доме. Эта комната девочки. Давай дальше. Там ещё даже слабее. Вот. То есть так как не было понятно, будет мальчик или девочка, то мы сделали с одной стороны кровать. Ну, не кровать, а матрас. И, если что, можно было это достелить со второй стороны кровать. Так как я не люблю делать из спальных мест детских прям события, что поставила кровать и больше ничего не помещается, то мы думали над тем, чтобы... Ну, всегда хотим, чтобы было ещё место для игры, для общения с друзьями. Чтобы вообще было место, а не так, чтобы ты зашёл и всё, и кровать. Поэтому мы это всё разместили на второй ярус. Здесь у нас такая, как бы, гардеробная. И здесь диван. Ну, и стол с отдвижными ящиками. И вот тут куча, опять же, куча закрытых полок, потому что открыты полки у детей. Ну, у кого есть дети, дети знают, что такое открытые полки у детей. Вот. Комната очень лёгкая, очень воздушная. Вот. Если бы у меня в детстве была такая комната, я была бы сейчас лёгкая. Опять же натуральные материалы. Здесь сделана столешница из фанеры. Это прихожая, то есть, когда ты заходишь, вот эта дверь, гараж, так, вот котельная. То есть, когда ты купишь дом, это, в принципе, первое, что ты видишь. Это вот здесь шкаф он встроенный. То есть, всё встроенное. Хотелось арт-элемент какой-то, потому что у него была какая-то эмоция. Хотелось какой-то элемент такой контрастный. Поэтому мы придумали сделать вот такие вот одуванчики. Но мы сделали именно брунтальными. И опять же на контрасте, чтобы показать, что эта нежность, но она такая, может быть, другая. Вот. Вообще-то мы хотели, чтобы нам это сделал скульптор. Ну, там именитый скульптор. Он сказал, что я вообще подсказ ничего не делаю. Ну, я делаю, конечно, своих там вот этих вот дядек, которых я делаю и всё. И поэтому мы обратились к обычным ребятам, которым сделали эти одуванчики. Это прямо вообще из арктура сделаны эти одуванчики. И окисленные. И там еще на краях такие как-то такие. То есть, это достаточно простое изделие. Это вот санузел основной. Мы вообще не любим швов. Поэтому делаем на сегодняшний день в основном или герлит. То есть это большие бриты, это и ромета. Или же вообще микроцемент. Мы его просто обожаем. Специальный материал, который может быть, он, собственно, здесь. Вот видите? Это всё он. То есть это специальный материал, который может быть и на дно душа, и на фасаде. В общем, не убиваемый, не промокаемый и так далее. И он спасает интерьер. Нет вот этих вот миллионов затирки и всё остальное. И он очень удобен. А, вот этот дом со стороны как уже входа. То есть он не просто кубик. То есть всё-таки прямо в чистый кубик мы не умудрились влезть. Всё-таки там уже ещё родитель гардеробная. Вот. Мы немножко выдвинули одну часть. Ну, это я уже показывала. Ну, в общем-то, всё. Как бы, в принципе, это самый, ну, не самый, но один из наших любимых объектов. И я думаю, что, наверное, достаточно, чтобы, возможно, народ устал. Потому что у нас объектов очень много. Ему до утра рассказывать. Вот. Это скорее уже лучше приеду, если там нужно. И когда-нибудь расскажу. К тому же, может быть, мы ещё что-нибудь интересно это сделаем. Есть ещё вопросы? Все устали? Да. Хорошо. Если что, подходите, задавайте. В общем, всего хорошего. Спасибо большое. До свидания.